Три способа чтения. Это структурное или аналитическое чтение. Второй способ. Интерпретационное или синтетическое чтение. Третий способ. Критическое или оценочное чтение. При обучении в ВУЗе важно овладеть первыми двумя способами чтения. Это структурным и интерпретационным чтением. Овладение критическим чтением можно отложить на уровень магистратуры и аспиратуры. Если вам захочется продолжить там обучение. Каждый способ чтения содержит в себе определенные шаги. Следуя которым вы несомненно достигнете успеха. На первых порах, когда вы только осваиваете эту методику, рекомендуется выполнять эти способы чтения независимо друг от друга. То есть, совершая три прохода по книге. Первый проход это структурное чтение. Второй проход это интерпретационное чтение. И третий проход это критическое чтение. Для правильного понимания книги или если вам предложен отдельный текст, для правильного его понимания следует читать всю книгу или весь текст целиком. Технические книги всегда разбиваются на главы или на части, на параграфы. И очень часто части и главы представляют собой законченную мысль. Поэтому технические книги можно читать по главам. Продолжение следует...